Приветствую вас! Я не знаю, насколько вы адекватны до вас примете, но главная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете свою ситуацию, свою проблему, недооцениваете её настолько, что считаете, что вот достаточно просто задать такой вопрос, да, вот такой вопрос, да, и получить ответ на него. И всё, и всё будет хорошо, всё будет нормально. На самом деле нет, на самом деле это не так и не так, на самом деле никакой совет вам не поможет, потому что противоречие то, что вы запутались и то, что у вас нет ощущения, что отношения завершились, всё это у вас внутри. И работать вам нужно именно с психологом, работать вам нужно именно на регулярной основе, вот. Ну, если не для, к примеру, там, допустим, если не для себя, да, то хотя бы ради своего сына, чтобы он был счастлив, чтобы ему хотя бы было хорошо. Понимаете? Вот примерно так. Примерно такая вот история. И я думаю, что начать вам, вот именно начать вам желательно всё-таки именно с того, именно с того вам нужно начать. Почему вы поругались, когда мужчина к вам приезжал поговорить? Ну, вот серьёзно, почему вы ругались? Из-за чего вы ругались? Вот. То есть, очевидно, что у вас есть какие-то претензии, очевидно, что у вас есть какие-то вот вообще, ну, незавершённые истории по отношению к нему, ну и так далее. Вот, это первое. Вы пишите оба гордые и не выступили. Гордость, являясь чертой характера, да, по сути дела, вносит лишь сложности в жизнь, сложности в существовании, вот, поэтому, если вы хотите, собственно, быть счастливее, то я рекомендую вам отказаться от гордости. Вот, ну, именно от гордости. Отказаться от неё. И всё-таки больше внимания выделять именно пользе, именно вреде себе и своему ребёнку. Вот, только так вы сможете наладить её, наладить свою жизнь, только так вы сможете что-то, ну, привнести, привнести что-то в свою жизнь, такое вот адекватное, да, ценное по-настоящему и так далее. Вот, значит, вы пишите, я не способен, не способен любить. Ну, правильно, потому что, видите как, вы не любите себя. Вы не принимаете себя, у вас свои собственные страхи, у вас свои собственные противоречия и так далее. Вы сами себя не принимаете отсюда вся проблема, отсюда вся сложность, понимаете, именно от того, что вы не способны себя принять самостоятельно. Поэтому, поэтому я очень рекомендую вам начать именно с этого, именно с момента о том, что конкретно у вас за противоречия. Что вы чувствуете к мужу, что вы чувствуете к своему мужчине, который у вас сейчас, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете, такая история. Ну, всё это нужно разбирать, всё это нужно смотреть и исследовать. Вот. То, что вы пишете одно и то несколько лет, ну, это говорит только о том, что вы не выбрали себе психолога и не начали с ним работать. Вот. Понимаете? Есть, есть такое понятие вот именно в психологии, да, есть такое понятие, как запрет на счастье, запрет на близость, запрет на, к примеру, на любовь, да, отсутствие любви. И вот всё это нужно исследовать, анализировать, выявлять и смотреть, что составляет проблему. Понимаете? То есть вы говорите, помогите разобраться у себя по мужям, но для этого нужны исходные данные. Если вы развелись с мужем, должны были бы проблемы. Проблемы не только ваши, на самом деле. Не только ваши проблемы были, но и, как бы, и мужа тоже, но и не только мужа, но и ваши. И вот вам свои собственные проблемы нужно решать, вам свои собственные проблемы нужно разрешать. Вот. Я не очень понимаю, какого именно ответа вы ждёте, как бы, задавая такой вопрос, да. Потому что это совершенно очевидно, что здесь нужно анализировать достаточно большого количества информации, и проблемы здесь достаточно такие уже системные, застоявшиеся. Да, гордость. По сути, проблема гордости. Вот. По сути, это проблема. От гордости нужно отказываться, гордость никому ничего хорошего не сделала. Вы готовы меняться? Вы готовы меняться? Вы готовы, ну, скажем так, лишиться гордости, заменить её другим, более гибким, более полезным и так далее. Готовы? Если готовы, то выбирайте себе психолога и начинаете работать. Вот. Ещё раз. Советы не помогут. Психологи советов не дают. Психологи работают, анализируют, помогают разрешить противоречия, конфликты. Вот. Там, грубо говоря, какие-то, значит, ну, может быть, страхи какие-то. Вот. Это да. Это мы можем сделать. Но, в общем-то, и всё, по сути. А советы, за советами вы можете обратиться к кому угодно. Например, вы можете обратиться за советами, там, допустим, к своим друзьям, к своим, там, коллегам, к своим подругам, к своим знакомым. Понимаете? Вот. Это... Совсем не то же самое. Поэтому, пожалуйста, различайте. Различайте. Вот. То, что вы, к примеру, хотите одна от психологов. И то, что вы хотите, к примеру, от своих знакомых. То есть совет, а психологи не дают. Ещё раз скажу. Вот. Надеюсь, вам это понятно. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.